Здравствуйте! В эфире Банкир ТВ. Сегодня в программе. Торги на российском рынке акций закрылись снижением. Потребительское кредитование угрожает стабильности банков. Прогноз валютного рынка на предстоящую неделю. Развитию малого и среднего бизнеса мешают нехватка ликвидных средств и налоговое бремя. Актуальной задачей российских банков является оптимизация издержек в рамках IT. А теперь подробнее об этих и других темах. Неделя на рынке акций завершилась в минусе. По итогам торгов индекс РТС снизился до отметки 1462,92 пункта. Индекс ММВБ попустился до уровня 1476,73 пункта. Подробнее итоги работы финансовой индустрии России смотрите на сайтах банкир.ру, 123кредит.ру, осрос.ру и покредит.ру. С падением темпов кредитования реального сектора возросли темпы потребительского кредитования. Об этом пишет в своей колонке, опубликованной в клубе экспертов банкир.ру, вице-президент РСПП, председатель Совета Ассоциации региональных банков России Александр Мурычев. В частности, он отметил следующее. На фоне стагнации экономики потребительское кредитование представляет особую угрозу стабильности банков. Учитывая слабую региональную составляющую в потребительском кредитовании и малую мобильность нашего населения, можно с уверенностью ожидать, что такое рост кредитования увеличивает совокупные риски банков на всех тех же промышленных заемщиков. Градообразующие предприятия зачастую являются крупнейшими работодателями в своих городах. Наши граждане получают доходы в основном в виде заработной платы и, соответственно, любые проблемы тех же самых промышленных заемщиков, которым банки уже отказывают в кредитах или притормаживают кредитование, через 2-3 месяца скажутся на просрочке кредитов физических лиц, считает эксперт. По его оценке, в силу структурных проблем российской экономики, корреляция между рисками портфеля корпоративных индивидуальных заемщиков в любом российском банке приближается к 100%. Полностью колонка Александра Мурычева опубликована в Клубе экспертов на портале банкир.ру. По перспективам ценовой динамики евро-доллара. Ситуация в паре евро-доллар определяется сейчас несколькими факторами. Во-первых, восходящая ценовая тенденция по данной паре смогла укрепиться на прошлой неделе в силу того, что доллар так и не получил ожидаемой поддержки от Федерального резерва. Причем тенденция по евро, хотя и предусматривает возможность коррекционного снижения пары, однако не предполагает пока изменения тренда. Вместе с тем, евро торгуется сейчас вблизи максимума прошлой недели 1.3568 и на текущий момент по отношению к доллару находится в ценовой зоне, в которой ранее представители Европейского банка уже выходили на рынок с вербальными интервенциями. Это усиливает риск разворота пары, которая и по своей волновой структуре находится сейчас в зоне коррекционного разворота. Кроме того, ослабление позиций единой валюты может произойти и в ходе сегодняшних выборов в парламент Германии, если партия Ангеля Меркель уступит своим оппонентам. Нельзя не отметить также и сильные данные экономической статистики США, опубликованные в конце прошлой недели. Все отчеты оказались выше прогнозных значений, что вновь поддержало идею сворачивания финансовых стимулов в экономике США уже в этом году. После публикации подобной позитивной статистики, продавцы доллара вновь засомневались в своих действиях и стали фиксировать прибыль от предыдущих продаж доллара. Учитывая все эти факторы, в нашем прогнозе на следующую неделю предполагаем возобновление снижения курса единой европейской валюты к целевым уровням 1.34.85, 1.34.50, 1.34.1.3360, 1.33.20 и ниже в направлении ключевого уровня поддержки 1.33. От последних целевых уровней снижения ожидаем новый подъем пары в направлении максимума предыдущей недели 1.35.68. Пробой этого уровня продолжит подъем пары в направлении ключевого уровня сопротивления 1.36 и ценового уровня 1.36.36. Далее в соответствии с волновой структурой ценового движения ожидаем разворот пары и ее снижение в новом нисходящем цикле движения. О работе с сегментом малого и среднего бизнеса в интервью банкир.ру рассказал председатель правления Донкомбанка Владимир Герасименко. По его оценке нехватка у предпринимателей ликвидных средств порождает возникновение потребности в заемных ресурсах, а следовательно объективно предполагает построение взаимоотношений с коммерческими банками. Для таких клиентов, сказал банкир, характерна проблема залогового имущества. Однако эта проблема успешно решается совместными усилиями банков, гарантийных фондов и самих предпринимателей. Российские банкиры не скрывают, что кредитование субъектов малого и среднего предпринимательства является одним из самых высокомаржинальных направлений бизнеса. Налоговая ситуация в стране также осложняет успешное развитие МСБ, добавил председатель правления Донкомбанка, так как налоги растут. А для малого и среднего бизнеса желательно наоборот уменьшать налоговое бремя, что позволило бы вывести из тени те предприятия, которые сейчас вынуждены в ней находиться. Конец цитаты. Полностью интервью с Владимиром Герасименко читайте на порталах банкир.ру и по кредит.ру 123кредит.ру. Свою оценку ситуации на банковском рынке в аспекте информационных технологий в интервью банкир.ру дал генеральный директор компании R-Style SoftLab Андрей Голковский. Крупные финансовые учреждения, отметил эксперт, стали пристальнее следить за своими инвестициями, обращают больше внимания на решения, позволяющие учитывать риски и оценивать кредитоспособность, а также на мобильные и дистанционные системы обслуживания. Если говорить о западных решениях, то на наш взгляд рынок открыт для отдельных модулей, разработанных в SOA архитектуре и решающих отдельные бизнес-задачи. Конец цитаты. Полностью интервью с Андреем Голковским читайте на порталах банкир.ру и по кредит.ру 123кредит.ру. 15 октября состоится совместная онлайн-конференция Ассоциации региональных банков России, агентства банкир.ру, Финансового университета при правительстве России, журнала «Банки» и «Деловой мир». Онлайн-конференция будет посвящена банковскому рынку труда. В ней примут участие президент Ассоциации региональных банков России, депутат Государственной думы России Анатолий Аксаков, начальник управления развития клиентской базы «Банка на красных воротах» Марат Камаледдинов, главный редактор журнала «БДМ Банки» и «Деловой мир» Людмила Коваленко, вице-президент Ассоциации региональных банков России Георгий Медведев, президент Национальной ассоциации кредитных брокеров и финансовых консультантов директора Института краткосрочных программ Финансового университета при правительстве России Диана Маштакеева и другие. Задать свои вопросы участникам онлайн-конференции «Рынок труда в финансовой сфере 2013» вы можете на портале банкир.ру. Подробнее об этих и других темах финансового рынка читайте на сайтах банкир.ру, 123кредит.ру, осрос.ру и покредит.ру. Сюжеты Банкир ТВ вы можете увидеть также на сайтах береки.ру, 123сервис.ру, финарти.ру, на сайтах Ассоциации региональных банков России, Национальной ассоциации кредитных брокеров и финансовых консультантов, компаний «Кредитный» и «Финансовый консультант» и других. А мы прощаемся с вами и желаем вам успешной финансовой недели. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!